Калькулятор на экзамене. Хорошо или плохо? Зависит от предмета и целей. На экзаменах по физике или химии это полезный инструмент. На информатике и вовсе есть компьютер. Логично. А что насчет математики? Не так давно калькулятор разрешили на экзамене за девятый класс. Или запретили. Сейчас это не так важно, потому что обсуждения продолжаются, решения впереди. Если в этом учебном году прислушались к мнениям учителей, решили не спешить и лучше изучить ситуацию, то в следующем можно ждать сюрпризов. Сразу договоримся о чем речь. В жизни калькуляторы, приложения, нейросети прекрасная вещь. При обучении полезно покрутить сложную планиметрическую конструкцию, а то и стереометрическую. Графики, функции, уравнения позволяют лучше понять связи. Но мы будем говорить только о счетных калькуляторах на основном госэкзамене по математике, если явно не озвучен более широкий контекст. У многих мелькает благородная мысль. Давно пора перестать мучить девятиклассников перемножением трехзначных чисел столбиком. Первично рассуждение, а не арифметика. И это правильно. Математика должна быть полезной, интересной, а в идеале красивой. Но ведь задачи УГ выглядят не так, а вот так. Так их малюют. А вот такие они в действительности. Несчетные, хорошо составленные. Ссылка на демовариант в описании. Экзамен длится 3 часа 55 минут. Шкала перевода баллов в оценке перед вами. И еще одна деталь. Чтобы держать испытания достойно, детям выдаются справочные материалы в одном комплекте с условиями задач. Уж если встретится где-то незнакомая Пифагорова тройка или трехзначный дискриминант, таблица квадратов, помощь. Стоит ли ее заменять калькулятором? Прочитал интервью Анзора Музаева, Ивана Ященко, другие официальные заявления от Рособранадзора, а также статьи по теме, обсуждения в чатах и группах учителей. Попался мне на глаза и вовсе удивительный слайд. Хочу поделиться несколькими простыми соображениями, не будучи экспертом, а лишь как участник общественного обсуждения, которое ведется. Надеюсь, услышите ваше мнение по теме, аргументы за и против в комментариях. Здесь несколько тезисов, которые создают фундамент для добрых начинаний по мнению официальных лиц. Первое. Экзамен не упрощается. Второе. Бездумного применения калькулятора для получения ответа не будет. Третье. Многие учителя ждали этого изменения. Четвертое. Понимание предмета улучшится. Баллы подрастут за счет геометрии, например. Пятое. Слайд презентации реален. Шестое. Внимание на экран. Первый абзац может быть и полушуткой, но второй уже серьезный. Сделаем фокус на методической и математической составляющей, то есть будем анализировать непосредственно задачи, там проще найти истину. В самом конце озвучу конкретные предложения, которые мне видятся разумными. Но прежде важная информация от моих любимых спонсоров и друзей. Вы их знаете. BigGeek. Авторы первоклассных бесплатных курсов по Python для новичков и продвинутых, снискавших народное одобрение и официальные награды. Они запустили роскошный магазин с мерчем, который долго готовили. Сейчас покажу, что мне особенно понравилось, остальное смотрите на сайте. Вот эта открытка у меня свела олдскулы, потому что это моя первая ОС на древнем ПК. Из блокнотов позабавили Linux и работаю сутками, но возьму лаконичный Python. Насчет футболок, по-моему, очень классная идея I'll Be Geek и библиотека Pandas. Программисты точно оценят уточек, а еще повезло всем любителям шоколада. С логотипом Python думал взять кружку или брелок, но в итоге закинул значок. А теперь самое главное. В поле промокод вбиваем WildMething. Появится скидка 20%. Всем, у кого в городе есть доставка с дек, очень повезло. Впереди еще много праздников, и теперь вы точно знаете, что подарить. Напомню, что у команды BeGeek роскошные курсы Python для профессионалов и объектно-ориентированного программированию. Мой промокод на скидку в 30% по-прежнему активен, так что начинаем Новый год с покорения новых вершин. Мало того, с такой же скидкой можно забрать новый мощнейший курс по SQL для всех, кто будет работать с базами данных. От чат-ботов для рассылок до мобильных приложений и сайтов. Очень хорошо дана теория и, как обычно, море практики. Примеры таблиц, на которых приятно тренироваться. Я сам в свое время изучил Python по их курсам, поэтому гарантирую качество и не столько рекламирую, сколько от души рекомендую. Переходите по ссылке в описании, забирайте мерч и курсы со скидкой. Теперь углубимся в детали. Начнем с третьего и пятого тезисов. Конечно, многие учителя могут поддержать предложения. Зависит от того, что такое многие и преподают ли они математику. Думаю, опросы уже проводились, просто не уместились на слайде. По моим прикидкам от 70 до 90% учителей математики, преподавателей, репетиторов в том числе против этой инициативы. Еще раз, подавляющее большинство людей, разбирающихся в опросе, работающих в этой сфере, против предлагаемых изменений, которые влияют не только на экзамен, но на сам образовательный процесс. И это уже после разъяснений ФИПИ и интервью. Причины ведения всем понятны. Найдите обсуждения в методических сообществах и профильных чатах. В своей группе преподавателей делал опрос. На экране результаты. Очевидно, почему о калькуляторах спросили на съезде учителей физики, но не спросили на съезде учителей математики. Но спасибо всем сотрудникам Рослаборнадзора, которые услышали мнение сообществ. Для понимания контур-аргументов к большинству тезисов нужно углубиться в детали и содержание кимов. Действительно ли калькулятор не упростит экзамен и нужен лишь для спокойствия? Но ОГЭ только одна счетная задача. Без понимания материала невозможно прийти к верному ответу нажатием кнопок. Открываем свежую демоверсию и известный сборник ОГЭ последнего года. Какому из данных промежутков принадлежит число 5,13? Нажимаем 5 кнопок и ответ очевиден. Дальше хорошая задачка на свойства степеней и корней. Давайте вместо математики попробуем вычислить подкоренные выражения на калькуляторе. Затем извлечем корни и вычислим полученное произведение. Ух, остается добавить в напутствие информацию, как отбрасывать нолики в конце, и ответ 850. Сложно ли одолеть этот номер без калькулятора? 25 умножить на 2 вызывает трудности. Или 17,5 и нолик на конце? Как думаете, слабые ученики охотнее начнут изучать свойства корней или же освоят калькуляторные лазейки? Теперь квадратное уравнение из демо-версии. Может ли школьник, незнакомый с формулой дискриминанта, теоремой Виет, решить это задание? Да, если есть калькулятор. Жмем кнопки, перебираем корни. Этому научить гораздо проще, чем показать красивые свойства кадратичной функции. Вы же понимаете, как быстро начнут множиться лайфхаки по угадыванию ответов с калькулятором. Четвертый тип задач, в которых калькулятор нужен лишь для спокойствия. Не сводится ли все к арифметике? Может ошибаются с десятичной запятой, этому нужно научить в пятом классе, но куда проще дать калькулятор в девятом? Формально в требованиях говорится о непрограммируемом калькуляторе. При этом вычислять можно хоть синусы, хоть арксинусы. У меня под рукой телефон, и на нем еще одна важная задача на понимание дробей. Проверьте, как у вас, у меня высвечивается ответ в пять сотых, но в любом случае приблизительно половина задач из книги этого типа проверяет понимание дробей, а в другой половине может хватить ловкости пальцев. В итоге в каждом варианте фишу минимум две-три задачи на прямой счет на нажатие кнопок, и минимум семь типов задач, по которым будут появляться лайфхаки с подгоном ответа с помощью калькулятора. Таким образом можно классифицировать задачи как угодно, но первый тезис далек от реальности. Второй тезис почти наверняка обернется в противоположный. Четвертый тезис. Баллы подрастут, это верно, но не за счет геометрии, а за счет замены уроков математики на уроки получения баллов. Причем в проигрыше будут именно дети. Шестой тезис. Если калькулятор не поможет на УГ, то зачем его вводить? Нужен ли он сильным ученикам? Не очень, уж они-то свои баллы наберут. А для слабых, с учетом предлагаемых задач, он составит больше половины умений. Действительно, если планируется, что калькулятор не заменит базовых навыков счета, а просто сэкономит время, то позвольте обратить внимание на следующую деталь. Подавляющее большинство участников экзамена уходит раньше истечения времени. Нет проблемы, что кто-то освоил счет начальной школы, но просто не успел проявить свои способности. Здесь нужно честно признать, что мы хотим закрыть глаза на незнание таблицы умножения, что нам нужны баллы и бог со всем остальным. Кстати, а много ли слабых учеников? Может, это малочисленная категория? Изучая вопрос, тщетно искал статистику результатов ОГЭ по стране. Находил только локальные данные и неофициальные расчеты. Самая крупная – Новосибирская область. Здесь даже представлена динамика. Результаты ошеломительные. Вы же помните шкалу перевода. Но по официальным документам некоторых других регионов было около 1% двоек, где-то 10% двоек. Настораживает засекреченность информации, которая считается козырем ОГЭ, этакий показатель качества образования. Можно ли узнать, что там с этим показателем? И это, пожалуй, первая просьба и предложение. Впрочем, мне в комментариях пишут, увы, что ответы на ОГЭ каждый раз утекают в сети, и статистика, которую ищу, бесполезна. Второе. Конечно же, не стоит допускать калькулятор к нынешним КИМам. Эти задачи в своем большинстве составлялись без учета калькулятора. Переделывать КИМы полностью под калькуляторную технику тоже плохо и не оправдано. Есть огромный класс задач, которые имеют простое математическое решение, но также имеют тупое решение прямым счетом. Калькулятор все сводит на нет. В обучении калькулятор может быть полезен в отдельных темах, а если же его разрешить на экзамене, то образовательный процесс поменяется в худшую сторону. Третье. Столь серьезные изменения, которые касаются детей, математического образования, не стоит принимать в один год. Если нужно демонстрировать успехи в отчетах, есть базовый ЕГЭ. Гори сарай, гори и хата. Дайте участникам базы калькулятор и следуйте этот вопрос. Действительно ли никто не будет нажимать на кнопки сотни раз, чтобы угадать ответ? Правда, что дети не будут забивать голову пустыми калькуляторными лайфхаками. Было бы интересно посмотреть на историю вычислений участников, что абитуриент считал до сколько раз. Четвертое. С первого по шестой классы ученики занимаются арифметикой, работают с числами. Это навыки, которыми всем должны овладеть, как письмом и речью. Экзамен за основную школу должен проверять такие навыки, и это нормально. И даже если уважаемый методический совет придет к выводу, что ученик не обязан уметь складывать двузначные числа, умножать двузначное число на однозначное, то и тогда лучший вариант упрощать счет в нынешних задачах, искать методические решения. Пятое продолжает первое. Проблемы в образовании связаны не с калькуляторами, а с зарплатами учителей, нехваткой кадров, состоянием школ. Есть реальные проблемы, которые нужно решать. Подорожникам здесь не поможешь. Шестое будет большим. Крепитесь. Обратимся к зарубежному опыту. В США, Канаде и Европе уже давно введены калькуляторы, есть данные для анализа. В основном вижу выводы, что дети используют калькулятор не по назначению, а в девятом классе навыки счета заметно ухудшились. Коллега также поделился статьей 23-го года. Исследователи пришли к выводу, что базовый счет оказывается важным при решении более сложных задач из-за граничности рабочей памяти нашего мозга. Упрощенно говоря, начинающий пианист может тратить силы на чтение ноты и постановку рук, а когда техника точно удается исполнять более сложные произведения. И аналогичные принципы оказались верны в математике. При наличии базовых арифметических фактов долговременной памяти они легко извлекаются и позволяют мозгу уверенно решать задачу. В то время как препятствие в виде счета, причем неважно, в столбик вы его начнете выполнять или отвлечетесь на нажатие клавиш калькулятора, негативно сказывается на дальнейшей работе. 35 лет назад точно так же казалось, что мозг будет избавлен от простых задач и сможет заняться чем-то серьезным. Но оказалось, что в итоге это ослабило способность решать эти серьезные задачи. Международный совет учителей математики NTCM, который в свое время разработал стандарты по использованию калькуляторов, проводил дебаты. Все тезисы опубликованы. На русском языке вообще ни исследований, ни материалов не вижу, и это плохо, что мы так лихо экспериментируем на детях. Также нашел метаанализ 54 зарубежных исследований. Изучили ли их инициаторы? Среди них, кстати, есть и те, где делается вывод в пользу счетных калькуляторов. Резюмируя, современные технологии можно использовать во благо. Есть уйма замечательных инструментов для уроков, и даже счетный калькулятор является как минимум удобной заменой таблицам Брадиса. Кому-то такие цифровые инструменты помогут делать открытия, а для кого-то станут костылями, из-за которых в дальнейшем будет тяжело ходить самостоятельно. Хороший учитель при должной организации сверху покажет методы простого счета, подскажет хорошие игровые тренажеры, а также красивые факты, которые вытекают из частных случаев вычислений столбика. Сначала стоит решать реальные проблемы, а там уж и статистику экзаменов не стыдно будет обнародовать. Числа — это тоже красиво. Арифметика ведет к пониманию размерности и даже алгебры, информатики, теории чисел. А для практических целей — физики, химии, биологии — калькулятор и так есть, и там он по-настоящему уместен. Калькуляторное мышление отличается от математического. Полагаясь на собственную голову, проверяешь ответ, анализируешь решение, ищешь в нем изъяны. Порой так рождаются более простые, менее счетные идеи. Сам процесс порой важнее верного ответа. Это и есть математика — способность найти абсолютную истину, не зависящую от авторитета других людей или тем более цифровых инструментов. Завершим же риторическими вопросами. Почему не дают доступ к электронной библиотеке на ИГ по литературе? О словаре и онлайн-переводчике на экзамене по английскому? Может, атласы всех видов по географии? Почему так мало дают формул на физике? Зачем учат наизусть стихи или даты по истории? Спасибо всем, кто поддерживает канал. Для спонсоров опубликовал более 160 примеров кода анимации из моих проектов, более 80 презентаций к урокам, фрагменты задачников, бэкстейдж и прочие плюшки. А если вы готовитесь к ИГ и отсутствие калькулятора вас не страшит, присоединяйтесь к моему курсу. Новогодняя скидка 10%. Ссылка в описании. Мыслите критически, занимайтесь математикой. Счастливо!